Путин. Оксимирон. У Навального последний секс. Просто секс-символ. Путин. 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 Красавчик. Путин надоел. Оксимирон. Когда секс лучше? Дрочить классно. Был секс? Мастурбируйте. Ты дрочишь? Джух! Всем привет. Меня зовут Сергей Бубович и вы находитесь на канале Метал ТВ. В прошлом разборе Михалкова Дудя я предложил разобрать самого Юрия и его способы получения ответов от своих гостей, какие приемы он использует и так далее. Многим из вас очень понравилась эта идея. И изучив подробнее интервью Юрия, я нашел определенную особенность его взаимодействия со своими гостями, которую вы могли не заметить при обычном просмотре. И сегодня я поделюсь с вами этими наблюдениями. При подготовке материала к этому выпуску приходилось пересматривать огромное количество видео. В такие моменты особенно нужна внимательность, концентрация и наблюдательность, чтобы не упустить самое важное. Чтобы поддерживать свой мозг и ментальные навыки в тонусе, советую платформу Викиум, где по индивидуально созданной для вас программе будут предложены специальные тренажеры на развитие реакций памяти, мышления, внимания. Всего 15 минут занятий в день и уже через 2 недели вы улучшите работоспособность, скорость обучения и концентрацию. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь и качайте свой мозг с удовольствием. Как это принято на ютубе, когда популярность канала или личности повышается, то она становится предметом активных обсуждений, всяческих теорий, хейта, желания заглянуть в личную жизнь человека и узнать все подробности его жизни. Юрий не только умело использует потребности общества в своих интервью, создавая уникальный контент, но и сам сейчас является предметом обсуждения. Пару слов о феномене каналов Дудь и самого Юрия. Дудь на своем месте. Кстати, должен сказать, меня спрашивали раньше, почему я с таким уважением отношусь к Дудю, потому что для меня этот молодой человек совершенно фантастический и талантливый отработает. Действительно, ни для кого не секрет, что Юрий Дудь сейчас главный интерьер страны и создал вокруг жанра интервью настоящий культ. Посмотрите, сколько различных каналов в жанре интервью были созданы за последнее время. И все они так или иначе повторяют именно его структуру. Это первая волна влияния на поведение медиапространства, которое оказывает канал в Дудь. В последнее время воздействие канала приобретает более глобальный эффект, когда острый эпизод из интервью резонирует не только со зрителем в частности, сколько с общественным мнением или социально принятыми нормами. Ну, на каждой маленький член найдется своя укротительница. Как жить, чтобы не комплексовать? Ой, вообще, конечно, маленький член — это приговор. Сейчас передача в Дудь является генератором хайпа и резонанса тем, которые активно обсуждаются в обществе. Такая популярность данного формата интервью, очевидно, связана с тем кризисом правды, который есть в СМИ. В различных теле- и радиопередачах мы видим, насколько сильно влияет цензура на качество контента. А Юрий предлагает формат, который сам по себе лишен цензуры, задает вопросы на запрещенные в официальном медиапространстве темы. Сколько ты зарабатываешь в год? Когда у вас был последний секс? Почему Путин до сих пор не уходит? Можно много говорить про успешность интервью, но это не наша сегодняшняя тема. Сегодня мы поговорим конкретно о том, как сам Юрий ведет беседу и как его личное отношение к герою может влиять на результаты интервью. Настрой Юрия сильно отличается по отношению к каждому из гостей, от резко предвзятого до максимально лояльного. Это может быть связано как с его личным предпочтением, так и с общим настроем большинства. Например, в одном из интервью с Николаем Соболевым мы наблюдаем явно негативное отношение к гостю. Это проявляется не только в форме вопросов, но и в его невербальном поведении. Негативные эмоции гнева и отвращения и резкие агрессивные движения. Мы будем делать большие дела. Пассивное поведение и низкая вовлеченность в процесс беседы. Как встреча с государственным деятелем может не быть политикой. Вальяжные позы, которые отображают расслабленность и превосходящую позицию. Безусловно. Так, а с другой? До 18. Я бы, может быть, с ней начал бы мутить и сибул. И подобное поведение проявляется с другими гостями, которым изначально негативная и предвзятая позиция. Всегда, когда хоть как-то косвенно подбирается в интервью в каком-нибудь суровом районе, не знаю, в Омских нефтянниках или на Уралмаше, опять-таки. Когда же в интервью с лояльным или доброжелательным настроем мы наблюдаем обратное отношение. Ну и что, спросите вы? Ну да, он может иметь разные отношения к каждому человеку. А к тому, что такая изначальная позиция имеет важное отношение к тому, какого характера может иметь беседы и интервью. Какие вопросы фигурируют, как глубоко пытается копнуть Юрий. И цепляется ли он за слова в особо острых вопросах к человеку, которому у него доброжелательный настрой. Как, например, в недавнем интервью с Бруновым. На вопросе об участии в съемках видео, призывающие к голосованию в выборах, он не стал долго останавливаться и докапываться до него. Из-за изначальной симпатии гостю. Ну да, объясните тогда, почему вы не хотите говорить. Ну это же личное. У вас есть короткое интервью на ютубе, в котором вы довольно трогательно рассказываете о своей маме. Расскажите о маме, во-первых. Но при этом Дудь не стал бы так себя вести с Михалковым, например. Вы критикуете всех, кроме Путина. Никогда в таком докладе не прозвучит фамилия Владимира Путина. С чем вы еще не согласны с Владимиром Путиным? Путин виноват? Ну ты мне хочешь сказать слово, чтобы я сказал, виноват? Безусловно, стоит учитывать тот кредит доверия, который имеется к той или иной личности. Но, тем не менее, мы говорим о результатах. Основная стратегия Дудьа в том, чтобы сделать интервью интересным, это задавать острые вопросы и получать на них ответы. Но порой, следуя этой стратегии, он допускает ошибки. Многие из вас не обращают на это внимания, но интуитивно понимают, что что-то не то. Давайте рассмотрим это детальнее. Интервью Юрия можно сравнить с игрой в Blackjack, когда основная задача правильно почитать карты и собрать 21. Однако, в этой игре бывают варианты проигрыша, когда происходит недобор или перебор карт. И изначальный настрой, то есть своего рода набор карт на руках, это тот фактор, который влияет на исход игры, а в данном случае получить ответ от гостя, создав интересную беседу и сохранив целостность интервью. Перебором являются моменты, когда Юрий активно терроризирует гостя острыми вопросами, что подчас мешает раскрыть его. То есть гость закрывается от Юрия и пытается отбиваться от нападок Дудя не ответами по существу, а переводом темы в другую плоскость или оставляя без внимания суть вопроса. Так происходит в интервью с Лимоновым. Эдуард, это правда, что вы нацист и фашист? Дудь сразу задает агрессивный вопрос, на что Лимонов, не ожидавший такого начала, не может отвечать по существу. Ну если вам так нравится, пускай будет так. Когда, начав издалека, подходя со стороны, как он это делал на вопросах с Михалковым, результат был бы иной. Все это интервью проходит именно в подобных агрессивных вопросах к писателю. Два года назад вы назвали Познера толстым и жирным стукачем. А что мы все на эту тему, давайте сейчас съедем. Солстый жирный стукач, это ваша цитата? Да, в ответ на то, что он назвал меня фашистом, я его назвал как-то уж не помню. Юрий не уделяет внимания тому, что Лимонов не готов с самого начала по существу отвечать на острые вопросы и продолжает вести эту тактику. Хотя мы видим, что ответов он не добивается. Юрий снова задает вопрос, который содержит негативный подтекст в сторону гостя. В вашей партии всегда было очень много молодежи. Сейчас молодежь идет за Навальным. Как вы думаете, почему? Первый посыл ваш правильный, да, всегда много молодежи. То, что сейчас молодежь идет за Навальным, это неправильный посыл, потому что молодежь никуда не идет сейчас. Соответственно, реакцию он получает ту же. А ответ, опять же, пространный и бессодержательный. Лимонов уже ярко отказывает Дудю в продолжении беседы на еще одну острую тему. Лимонов и негр. Старая история. Подождите. Я не верю, потому что я пользуюсь различными... Секунду. Не тратьте время. Сейчас. Я не хочу даже... Подождите. Подождите. Ну, вы не хотите, а я хочу ответить за базар. Как провокация, такой прием Юрия успешен. Но как средство для получения ответа на вопрос, как мы видим, нет. Из-за подобного перебора с агрессивными вопросами гость закрывается. Потому что ему ничего больше не остается. Вы могли умереть великим русским писателем. Сейчас дед уже не тот. Я считаю, что вы ведете себя очень дерзко, глупо и заслуживаете, чтобы вам дали по физиономию. Целуй ботинок. Недобор — это те интервью, после которых мы интуитивно ощущаем пресный характер выпуска. Это проявляется, когда Дудь меньше акцентирует внимание на острых, агрессивных вопросах. Просто дает гостю рассказывать историю или не пресекает поток пространного философствования. Так происходит случай с Джонни Боем. Ты продолжил наливать пинты после этого еще в течение двух месяцев. Да, потому что у меня был план, потому что я не хотел оказаться снова в дерьме. Или в беседе с фараоном. Писал я этот трек, пока я прятался от урагана Катрина в Орландо, Флорида. Во время этого урагана я писал этот трек. Но он был написан так давно. Бит изначально звучал не так, я его переделывал. Обратите внимание на чересчур осторожное поведение Юрия в этом интервью, которое возникает то ли из-за лояльного отношения к гостю, то ли из-за того, что ему кажется, что это хорошая тактика, чтобы получить информацию. Он не давит, но при этом последовательно расспрашивает. Юрий задает острый вопрос про наркотики. Что с наркотой? Что с наркотой? У тебя? Да что вы? Употребляю я наркоту. Так как в предыдущих выпусках с Гуфом и 25-17 были очень интересные реальные истории на эту тему, существенно повышающие градус остроты интервью. Очевидно, что Юрий интересует услышать подобное от фараона. Четкая подмена реальности благодаря всей этой... Мне не хотелось подмениться в реальность, потому что в реальности намного больше всяких вещей, которые у меня цены. Гость отвечает пространно и непрямо. Уходят в философские рассуждения. Дудь пытается развить тему, несмотря на то, что фараон всем видом показывает, что не хочет об этом говорить. Что это за наркотой было? Опять же, сразу после этого вопроса гость также начинает уводить тему в общие рассуждения. Видно, как он медлит с конкретным и четким ответом. Третий раз Юрий затрагивает тему наркотиков, однако делает это с той же лояльностью и осторожностью, никак не провоцируя гостя. Тебе приходилось искать такой выход? Какой? Вот из этого. Из чего? Из наркомании. Выход? Да. Нет, он меня сам нашел. Гость снова отбивается теми же пространными ответами, что и до этого. Любовь спасет нас всех. Любовь – это главное. Главное – любить. В итоге у нас остаются противоречивые чувства. Информативность, как и острота данного ролика, снижается. В интервью с Нагивем тоже происходит недобор со стороны Юрия. Занимает пассивную позицию, и наличие острых вопросов как таковых отсутствует вовсе. Интервью получилось, но главным инициатором остроты в интервью и генерации контента был Дмитрий. Какой у вас уродливый телефон? Почему красный? Что там написано? Там написано «Punk under my skin». Господи, у вас не там мокнет сегодня. Да, давайте. Да. Примеры недобора также являются интервью с рэп-исполнителями или личностями, которые не так популярны в официальных масс-медиа за пределами Ютуба. А вот идеальным моментом, когда интервью получается максимально успешным, это когда Дудь собирает 21. Рассмотрим это на примере с Венедиктовым. Юрий начинает беседу с вопроса, который, несмотря на остроту, льстит гостю. Вы один из главных исследователей Владимира Путина среди всех, кто живет в России. Тем самым он не нападает, как в случае с Лимоновым, но при этом сохраняет остроту в вопросе. Вы много раз рассказывали, что Дмитрий Песков ваш друг. Аккуратно подводит провокационный вопрос, но не в обвинительном характере. Дудь в этом моменте деликатен. Не обвиняет Венедиктова в приспособленничестве, в дружбе с нужными людьми и тому подобное. Он приличный парень. Приличный парень? Он приличный парень. Как на руке приличного парня с зарплатой 9 мультов в год появились часы за 37 мультов? Я знаю. Он ведет беседу по фактам, не используя прием активного нападения. Так что гость расслабляется и спокойно отвечает по существу на все вопросы. Благодаря такой стратегии Дудя гость сам рассказывает многие эксклюзивные подробности, так как чувствует себя комфортно с Юрием. СМС-ка. Перезвони. Псков. Перезвонит. Говорит, у меня к тебе просьба. Через два часа будет объявлено, что Владимир Владимирович остается с Людмилой Александровной. Я хочу, чтобы ты просто это знал заранее. Чтобы вы не комментировали это так вот ха-ха, а чтобы ты подготовился и так далее. Таким образом, на первый взгляд, провокационный вопрос агрессивного свойства, который могли бы закрыть гостя, приобретает даже дружеский и шутливый характер. А она была вашей любовницей? Нет, мы с ней не спали. Хотя бы разок? Мы с ней не спали. Ну, хотя бы чуть-чуть. Удалось, ну, нет. Это происходит именно из-за выбранной Дудем стратегии интервью. Успешную тактику и стратегию получения ответов, хоть и косвенных, на вопрос мы видим и в беседе с Михалковым. Подробнее можно посмотреть в предыдущем выпуске. Умение правильно рассчитать будущие ходы, проявить эмпатию гостю, понять его, ощутить его потребности и предугадать те моменты, которые лучше стоит обойти, а не давить на пролом, помогая добиться нужного результата и получить ответы на вопросы от человека, хоть и косвенные, при этом сохранить нужную эмоциональную кондицию и комфортную атмосферу. Возможно, вы нашли определенные ошибки или удачные речевые приемы, помогающие получить ответы от гостя при просмотре интервью. Давайте вместо того, чтобы выражать свое личное отношение к человеку, соберем действительно полезные моменты коммуникации и взаимодействия в комментариях на примере интервью канала ВДУТЬ. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дрогах. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok